Блиц-турнир На сегодняшний день, это второй год подряд, мы проводим турнир, посвященный 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Это ночной турнир, который мы решили сделать традиционным. И в период игры мы всю ночь играем. Играем четыре команды по кругу. Все команды, представители участвуют здесь, начиная от Энергетика, Колоса, Локомотив, Феникс, Ветераны, ну и, конечно же, Газпром. Команды играли шесть матчей без перерыва. При этом хоккеисты на протяжении всего турнира сохраняли боевой настрой. Первую игру играем с серьезным соперником, Газпром. Планируем выиграть. Ну, постараемся, по крайней мере. Мы играем сегодня вместе с Энергетиком. Ну, я думаю, все будет хорошо, мы победим. Команды сильные, Газпром, Колос. Это две сильных команды, их даже не плюсовали ни с кем, потому что они реально сильные. Энергетик, там есть ветераны, ну, как бы мы будем две пятерки наши, две пятерки их не играть. Ну, у нас вторая игра, мы думаем, что-нибудь получится у нас. Все поединки получились зрелищными и порой непредсказуемыми, поэтому сразу перейдем к их итогам. Команды Колос и Локомотив плюс ветераны сыграли 5-0. Газпром и Энергетик плюс Феникс – 5-2. Газпром и Колос – 1-0. Энергетик плюс Феникс и Локомотив плюс ветераны сыграли 3-2. Колос и Энергетик плюс Феникс – 5-0. Газпром и Локомотив плюс ветераны – 5-2. В итоге «Газпром» стал победителем этого непростого турнира. Напомним, и в прошлом году команда его выиграла. Лучшим голкипером соревнований признан Игорь Чемеркин, лучшим защитником – Дмитрий Митрохин, лучшим нападающим – Алексей Симуков, лучшим бомбардиром – Сергей Гардер. Самым полезным игроком был назван Евгений Владимиров.